Добрый вечер. Сегодня поговорим в первую очередь о туризме в Приднестровье. Есть много интересных событий, что называется, из последнего, которые хочется обсудить. Собственно, с этого и начнем. Вот накануне на Тираспольский ЖД вокзал прибыл первый туристический поезд. В нем 150 гостей из Молдовы. Ну вот когда вы последний раз на нашем Тираспольском перроне видели такое количество людей? Несколько лет точно. Да, не ходили, но вот сейчас как раз пришел этот первый туристический поезд. Приехали туристы к нам, чтобы посмотреть Бендерскую крепость и Екатерининский парк. Но перед тем, как отправиться непосредственно на экскурсию, сначала была радушная встреча. Все вот, все по-нашему, по-приднестровски. Песни, танцы, угощения, артисты в национальных костюмах. Причем мне понравилось, что туристы были сразу с хорошим настроем. Они тут же присоединились к артистам, вместе с ними танцевали, подпевали. И все это создавало атмосферу такого вот праздника. В первую очередь они отправились в Бендерскую крепость. Там история Бендер и не только. Давайте посмотрим интервью. Я услышала историю про девушку в белом, и она мне запомнилась. Я второй раз. Но я была почти три года назад, и вижу, здесь есть изменения. К лучшему. Я когда была, я не увидела, что здесь есть аттракционы. Но сейчас я вижу, что я аттракционный, и очень красиво. Мне понравилось. Ну а дальше Екатерининский парк. Это следующий пункт экскурсии. Там было свободное время, была экскурсионная часть. Естественно, рассказывали про Екатерину, Суворова. Ну и было время просто погулять. К тому же погода была такой же радушной, как наши люди. Буквально было огромное удовольствие просто гулять на свежем воздухе, что, собственно, и делали туристы. И впечатления у них остались самые приятные, судя по всему. Нам сегодня рассказали о том, что по указу Екатерины Суворов строил этот город. И есть крепость даже была. И вот нам рассказали сегодня много, наверное, интересных моментов. Я, конечно, не все запомнила. Но самое основное останется в памяти. Вот для меня здесь чисто. Вот мне здесь приятно находиться. Я, наверное, бы, наверное, отметила бы в первую очередь, что здесь действительно приятно. И есть на что посмотреть. Парк очень большой, красивый, фонтан. Такие мелочи действительно оставляют приятные впечатления. Ну, мы слышим действительно очень позитивные мнения, впечатления от поездки сюда к нам. Но вот если с руководством Молдовы у нас как-то не складываются отношения, то вот на уровне обычных людей, простых людей все очень тепло, радушно. Мы всегда принимаем гостей с удовольствием. Да, ну и, судя по отзывам, это не последний туристический поезд, который приезжает к нам в Приднестровье. Но мы всегда рады. Ну вот же, молдавские гости приезжают к нам. Экскурсии мы им проводим. Им здесь нравится. Но все же есть другие граждане, которые приезжают сюда за пропагандой. На днях на молдавском ресурсе, который контролирует спецслужбы Молдовы, опубликовали фото с приднестровскими школьниками. Это ученики румынского лицея в Бендерах, которые в руках держат газету. Об этом случае мы говорили на прошлой неделе в нашем эфире. И теперь немного напомним, что случилось. Да, получается, неделю назад трое писателей из Молдовы пытались пересечь границу нашу со стопкой газет «Тимпл». Они хотели передать их детям. И все бы ничего, но просто там материал один, что называется, краше другого. Там и про то, как Россия оккупировала Приднестровье в 92-м и напала на Молдову. Там, по сути, Молдову называют вторым румынским государством. Ну, в общем, содержание этих газет, оно такое крайне пропагандистское, ну и прямо, скажем, сомнительное. У меня такое впечатление, что я вернулся на 32 года назад, в 92-й, и прочитал тогдашние агитационные листки. Поэтому, понятное дело, откровенный бред и абсурд, который там находится, допускать до нашего читателя, это означало бы не уважать себя. Ну, в итоге мы видим газеты в руках у бендерских школьников. Так, все-таки каким-то образом эти газеты привезли. Да, видимо, привезли, потому что 16 сентября проехать газеты не смогли. А уже 20 сентября на молдавском этом ресурсе, который контролирует спецслужбы Молдовы, все-таки появляется фото, где школьники с этой газетой тимбул. Да, ну и, конечно, использовать детей для того, чтобы зарождать какие-то такие мысли, да, это очень низко. И понятно, что школьники, в принципе, в детском возрасте сложно оценить и понять масштабы этого. Но для этого, наверное, есть взрослые, которые могут эти процессы контролировать. Еще немного о туризме. Вот накануне молдавские гиды побывали на севере Приднестровья, Валиадынка, в Каменке, где их встречали с хлебом, с солью. Опять же, да, вот о чем мы сегодня говорим. Все про наше гостеприимство. Да, все про наш народ, про наше гостеприимство. Угощали свежим хлебом, украинским борщом, с помпушками. Вот так на выходные гиды приехали к нам из Молдовы и устроили тур по северу нашей республики. Это Белочи, это Рашковь, Валиадынка. И в чем-то цель, всего этого цель, это отыскать следы казачьей культуры. А у нас они есть однозначно, да. И, кстати, эти гиды в Рашкове узнали, как возник источник Панской Корныцы. Действительно, это очень такое популярное место на севере. Многие туда приезжают, и много легенд с этим местом связано. И вот некоторые легенды на месте узнали и эти молдавские гиды, чему очень были рады. Романтическая история, которая связывала запорожских казаков с молдавским княжеством. Именно дипломатический этот брак между дочкой Василия Лупы, Розанды, Руксанды Лупу и Тимуша Хмельницкого. Вот это же называется коллективная память. То есть события прошли, но это все осталось. Территория была, это Рашков был подарен Богданам Хмельницкой после смерти Тимуша Руксанди. Наша многие ученые, в том числе Лиря Заболотная, написала, привела документы исторические, что она больше 12 лет здесь прожила. Ну вот если мы говорим про север нашей республики, то на самом деле много достопримечательностей. Вот мы немножко уже обсудили, да, и молдавские гиды остались под впечатлением. Но там еще есть и казачий крест. Это стелла с крестом и надпись именно старославянском, который причем прямо в огороде, по сути, местного жителя. Также в селе сохранилась водяная мельница 19 века. Ну в общем, по итогам вот этой встречи гиды из Молдовы составят свои маршруты и будут предлагать их туристам. И это опять-таки вот туристический поток в Приднестровье. И в этом отношении мы тоже интересны. И мы вообще наблюдаем интерес, конечно, со стороны молдавских туристов. Если у нас какое-то мероприятие в Бендерской крепости, огромное количество машин на молдавских номерах. Приезжают в гости, приезжают на мероприятия, приезжают просто погулять. И вот и на профессиональном таком уровне в сфере туризма тоже, пожалуйста, все расскажем, покажем и поможем сформировать вот этот туристический пакет. Ну вот, кстати, 28 сентября выступает итальянец Рикардо Муринелло в Бендерской крепости. Наверняка будет много гостей из Молдова. Безусловно. Обсудим сейчас еще одно событие выходных. Оно уже было в первую очередь для наших жителей. Не для иностранных туристов, а для того, чтобы наши семьи и, в принципе, все желающие могли активно и спортивно отдохнуть. В Кицканском лесу прошла приключенческая гонка. Все это организовывали в преддверии Дня туризма. С организатором было агентство по туризму при Днестрове. И что, наверное, важно и приятно, все было совершенно бесплатно. Просто приходите с друзьями, с коллегами, всей семьей и принимайте участие вот в таком спортивном, активном отдыхе. Причем, что и сделали многие, порядка 70 человек. Было 4 дистанции, самые легкие, средние уровни сложности, посложнее. Ну и для тех, кто со спортом на «ты». Да. Ну и почему приключенческая? Потому что все участники могли сначала пробежать, потом прокатиться на велосипеде, затем на байдарках. И, в общем, какой-то такой вот приключенческий квест нужно было пройти. Абсолютно. На протяжении всего этого времени. Разные испытания. Вот сплав на байдарках и веревочная переправа. Ну, в общем, почувствуйте себя Индиану Джонсом, знаете, практически в Кисканском лесу. К тому же еще, вот что приятно отметить, действительно приходили с семьями. И вот мы уже отметили, что один из организаторов агентства по туризму. Ну и вот давайте послушаем как раз и представителя агентства, который там был не только, ну, что называется, по работе, а был непосредственным участником вместе со своей семьей. Как организатор вы еще и решили участвовать тоже вместе с семьей? Просто, когда ты не участвуешь в мероприятии, ты не понимаешь эту всю атмосферу. Поэтому очень важно знать именно, что чувствуют люди, когда участвуют в этих мероприятиях, что на следующий раз может быть лучше сделать. Потому что самоучастие в этом мероприятии позволяет сделать какие-то выводы. Все-таки для меня это профессиональный праздник День туризма, и я не мог не участвовать. У вас команда Славик и Димон, получается так? Да, у нас старшего зовут Дмитрий, а младшего Слава. Поэтому как бы решили назвать такую команду Славик и Димон. Мы участвуем в категории детская, поэтому, в принципе, ради них мы и участвуем. Ну и самим тоже интересно было поучаствовать, принять участие в этом мероприятии, потому что оно сплочает, объединяет. Вы первый раз участвуете? Я лично, да, они нет. А, ого! Да, они каждый год бегают. Ух ты, здорово! Да, и с двух лет вот Слава с двух, Дима? С трех. Бегает с трех, а велоориентирование у него с двух. Да, еще и белая интегра. Ну, у них уже есть вешалка, и на этой вешалке специально для медали. То есть, у них уже, вот у Дмитрия уже у нас, это будет медалька четвертая, а у Славик это будет вторая. Много было, вот, правда, таких семейных историй, и запомнилась семья, которая свою команду назвала Мамалыга. Естественно, почему? Спросили, да, почему? Ну, и вот тоже ответ, он как раз про семью и про семейный отдых. Вот давайте послушаем. Вот еще одна из команд называется Мамалыгом. Почему решили именно называть Мамалыгой? Мы решили, потому что каждый походом, в конец, мы, наш, мой папа делает, варит Мамалыгу, и это блюдо традиционное. Ну, видно, очень вкусно готовят Мамалыгу, да. Кстати, а идея Касса Караман, это гостевой дом, который находится в Терновке, и хозяюшки Касса Караман подготовили специально для этой приключенческой гонки вкусные угощения. Ну, какие могут быть еще угощения от терновских хозяйств? В первую очередь зама, да. Шурпа, да, голубцы. Вот все, как мы любим, все, как мы умеем. И запах, говорят участники, разносился по всему лесу, и хотелось быстрее пройти это испытание, чтобы добраться до еды. До вознаграждения, знаете. Ну, и когда вы активно позанимались спортом, все это на свежем воздухе, с хорошим аппетитом все ели эти угощения, было классно. Плюс музыка, естественно, была, был диджей, то есть, ну, все это в таком ритме, с настроением. И опять-таки отмечаем, что эти выходные были просто фантастические в плане погоды, поэтому абсолютно все сопутствовало тому, чтобы шикарно провести время вот еще и в таком формате. Да, ну, и напомним, что у нас в республике действует туристический кэшбэк. Он уже на протяжении полугода, если не больше. И за это время много людей, много приднестровцев воспользовались этой услугой. Да, в чем суть? Вы приобретаете путевку, туристический тур по Приднестровью, ну, и вам на карту возвращается 20% от стоимости или 50%. Все зависит от того, на один день вы берете тур или на два дня, к примеру. Да, в этом заключается поддержка государства в развитии внутреннего туризма. То есть, вы, по сути, платите меньше, чем реальная стоимость тура. И туристический кэшбэк в этом году начал действовать 12 июня, ну, то есть, вот, три месяца последние. И за это время кэшбэком вернулось порядка 300 тысяч рублей. То есть, это действительно серьезные цифры, воспользовались этой услугой 890 человек. Ну, в общем, мне кажется, что такие показатели, это говорит, во-первых, об интересе к путешествиям по республике, ну, и здесь реально ощутимая поддержка. То есть, когда вам возвращается, ну, 50% стоимости, вы реально понимаете, что даже если бы вы, наверное, сами пытались себе это спланировать поехать, вам бы вышло дороже, чем здесь, когда вы покупаете готовый тур, когда за вас все придумали. Так, ну, впереди у нас еще теплые деньки, мы так посмотрели уже прогнозы, поэтому можно, еще и нужно даже насладиться золотой осенью и отправляться в путь по Приднестровью. Да. И еще один праздник был на выходных, это день рождения Слободзеи, 255 лет. Гулял город, гуляли гости города. Я думаю, что если были еще и какие-то приезжие, да, иностранные гости-туристы, то они тоже получали удовольствие, потому что было с размахом. Они там тоже были, кстати, мы знаем конкретно даже кто, Кристофер Аткинс из Британии. Ну, он уже понимаешь, он уже полуслободит. По сути, да, он же там уже живет, то есть его даже сложно назвать гостем-заезжим, но он, конечно, тоже был на празднике. Да, два года он живет в Слободзе и вот рассказывал, что мечтал попасть как раз на праздник, ему это удалось, восхищался всем, от еды до концерта в Феверике. Да, ну и национальное, национальные подворья, конечно, с утра все гуляния начались на Аркадной площади. Все с хорошим настроем, все сразу с музыкой. Просто все танцуют, потому что устоять было невозможно. Ну, наши национальные мотивы, все это здорово. Ну, вот давайте послушаем и посмотрим, как это было. За что любите Слободзе? За то, что она есть и существует, за то, что люди хорошие, за все. Что хотелось бы пожелать? Все, я говорю, молдавское подворье сегодня просто не оставляет шансов восставаться на месте, может сразу приезжайте все. Ну, вот даже наша коллега Ирина Жекова не устояла вот так вот в работе. Ну, как тут устоишь? Да, берет интервью и просто понимает, что люди не хотят разговаривать, они хотят танцевать, отдыхать, и она их в этом поддержала и сама получила удовольствие. Ну, и вот материал со съемки привезла. Ну, смотрим, что все подворья подготовились, но вот болгарская, мне кажется, удивляла. Да, по-своему, угощала всех хрустиками. Волшебными, волшебными. Волшебными хрустиками. В чем суть? Попробуешь, выйдешь замуж или женишься. Вот такая легенда. Там так интересно, естественно, встречали мэра, главу Слободзея, Василия Тищенко, и получается, что ему рассказывают о волшебных хрустиках, попробуешь, значит, выйдешь замуж или женишься. Но, мне кажется, глава так аккуратненько, скромненько пригласил все-таки девушек незамужних хрустиков попробовать, чтобы им больше досталось. Сам решил не проверять, подействует ли вот этот рецепт. Вы знаете, что гостеприимный болгарский народ? Кто хочет в этом году выйти замуж, жениться, обязательно хрустики должны покушать. Да, подходите, пожалуйста. У нас уже сложилась такая традиция, что кто покушает из нашего подворья хрустики, тот обязательно в этом году или в следующем году женится или выйдет замуж. То есть такая тенденция уже была. Да, вот как с бабой Мартой, Мартынички, желания сбываются космически-то, поэтому и с хрустиками всех приглашаем. Ну, кроме этого были, конечно же, соревнования, местная борьба Тринта, барана и петуха забрали сильные спортсмены местные. Ну и, конечно же, большой концерт прошел на сцене летнего кинотеатра. Выступала Виорика, как всегда, зажигала местные. Они могли просто сидеть на месте тоже вместе с Виорикой, танцевала и пускалась в пляс. В общем, вечером салют. Да, абсолютно, конечно, да, все в лучших праздничных традициях, с удовольствием, с настроением. Мы любим говорить про то, что наши люди умеют и работать, умеют и отдыхать, и мы это чувствуем, и в этом отношении. Неудивительно, что у нас такими темпами развивается туризм, у нас проводят самые разные события, праздники, концерты, мероприятия. Все это для того, чтобы была возможность отдыхать. Это тоже очень важно в нашей обычной жизни. Мы сегодня с тобой без гостей, и, пожалуй, пришло время задавать вопрос дня. Да, мы все-таки его зададим. Будем, да, будем задавать друг другу. Рассказывай, какие события тебе больше понравились из сегодняшних? Ну, честно, конечно, все со своей какой-то особенностью, потому что туристический поезд впервые. Вроде бы хотелось бы тоже прокатиться, посмотреть, как это. Ну, а второе, это, конечно, Слободея, наверное. Ну, это когда вот оно в таком народном стиле, это, конечно, вау. А я бы выделила все-таки приключенческую гонку, потому что еще бы добавила туда, возможно, в следующем году они захотят сделать как-то на уровне даже предприятий, ведомств, министерств. Вот как у нас регата проходит, да? Да, и тогда вот, тогда смотрите, что будет. Испытание на прочность, да, вместе с коллегами, мне тоже кажется, очень это классно. Вариант для такого тимбилдинга и корпоратива в масштабах всей республики, это очень здорово. Отдыхайте с удовольствием, открывайте для себя Приднестровье. Ну, как это делали сегодня в рамках вопроса дня Татьяна Аврамогла и Мария Фантази. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин